Мы садили автобусы. В ближайшее время их доставят в город Донецк. Вчера в ходе выполнения задач на порту были выявлены гражданские на судах. Сегодня в кратчайшие сроки принято решение об эвакуации. Они будут эвакуированы. Среди экипажей находятся иностранцы. Будут эвакуированы в Донецк. Будет обеспечено горячее питание, размещение. Будут разбираться с документами, после чего отправятся домой. Среди граждан Российской Федерации, Украины, египтянин и, возможно, федеральный. Есть понимание, сколько человек здесь застрянут? Порядка 56. Больше 50 это точно. Насчет состава экипажа ведется уточнение. Люди ходят по судам и видят людей. На данном этапе порядка 7 судов не могли выйти из-за того, что заминировано по фарватеру. Морские мины могут посмотреть, пройти за корабль, заглянуть. Зум-камеры позволят это увидеть. Сейчас морально-психологическое состояние на высоте, потому что наконец все закончится. Впереди только хорошее. Возвращение домой, в первую очередь. Суда мне дали выход в море. Хотя много судов было, которые готовы были выйти. Они пришли на минном тральчике, на лейном кораблике и заминировали фарватер. Два выхода там и вот здесь. То есть, чтобы оставить здесь некий такой международный живой щит? Ну вы как сами? Ну я думаю, что так. Тяжело. В холоде мы жили. Вообще ужас. Не спали, ничего. Вообще ели, можно сказать, по-походному. Все время вот эта стрельба. Вон где железяки были. Сколько мин вот тут у нас разорвалось. Страшно. Ой, ребят, страшно было. Я думала, нас убьют. Я уже была готова на это. Вы знаете, когда пришли наши ребята, например, это такое было счастье, вот просто не описать. Вот так ходу нам все. Просто такие эмоции. Их не описать. Это надо было прочувствовать. Ребят, спасибо большое. Это то, что помогли нас, выручили, освободили. Дай бог мирного неба всем. Всем нам. А состав экипажа еще скажите? Весь экипаж русскоязычный. Все русские. До корня, до души. И Россия наша родина. Мы любим нашу Россию. Мы любим нашу Россию.